За 4 месяца текущего года на территории обслуживания Орехово-Зуевским отделом ГИБДД зарегистрированы 6 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. На территории города Орехово-Зуево, это улица Парковая, дом 38. Там было одно ДТП, ребенок-пассажир, наезд на световую опору. Улица Держинского, дом 8, тоже ДТП, ребенок-пассажир, наезд на настоящее транспортное средство. Высокий уровень детско-дорожно-транспортного травматизма в городе Орехово-Зуево облудствовывается тем, что на территории обслуживания ОГИБДД Орехово-Зуевской находится 117 образовательных учреждений, из них 57 школ и 60 детских садов. Через город Орехово-Зуево и район проходит федеральная автодорога А-108 Горьковска и Горьевского направления. На учете в отделе ГИБДД состоит более 73 тысяч единиц транспортных средств, что приводит к высокой интенсивности движения транспорта и массовым скоплениям граждан к основным транспортным артериям улично-дорожной сети. Виновность со стороны водителей транспортных средств прослеживается в 100% случаев с участием несовершеннолетних. Основными причинами являются нарушения установленного скоростного режима, правил маневрирования, а также правил проезда пешеходных переходов. С начала текущего года на дорогах Московской области в 140 дорожно-транспортных происшествиях получили травмы различной степени тяжести, 153 ребенка и 4 юных участников дорожного движения погибли. В городском округе Орехово-Зуево и районе за 2016 год в ДТП пострадало 6 детей. В целях предупреждения детской аварийности в Подмосковье проходит профилактическое мероприятие «Внимание дети». Особое внимание госавтоинспекция будет уделять водителям, нарушающим правила дорожного движения при перевозке детей, при проезде пешеходных переходов и при осуществляющем переход проезжей части в неустановленном месте. Госавтоинспекция рекомендует родителям, бабушкам, дедушкам, а также другим взрослым учить детей правилам дорожного движения, особенно в преддверии летних каникул, когда дети находятся длительное время на улице. В первую очередь, переходить дорогу только следует по пешеходному переходу, либо на разрешающий сигнал пешеходного светофора. Устраивать игры и шалости вблизи проезжей части категорически запрещено. Неожиданное появление на проезжей части перед близко движущимся транспортом может привести к печальным последствиям. В темное время суток и в сумерки использовать в одежде светоотражающие элементы. С ними ваши дети будут заметны на дороге, и это поможет водителю вовремя предотвратить несчастных случаев. На сегодняшний день усилена ответственность за нарушения при перевозке детей. Четвертая, пятая, шестая части предусматривают, что введена ответственность на должностных и юридических лиц, и штрафы там, соответственно, выросли в разы. То есть, если вот за четвертую часть, за организованную перевозку детей, не соответствующий правилам, штраф на должностных лиц в размере 25 тысяч рублей, а на юридических 100 тысяч рублей. Также вот пятая часть – это нарушение требований к перевозке детей в ночное время. То есть, это с 23 до 6 часов утра. Перевозка детей осуществляться категорически не должна. Значит, должностные лица будут оплачивать 50 тысяч рублей, если такой факт будет выявлен, а юридические – 200 тысяч рублей. Полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей Федерального закона о полиции предоставляется право проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления. Сам порядок обращения сотрудника к гражданину регламентирован статьей 5 Федерального закона о полиции, устанавливающий, что сотрудник полиции обязан при обращении к гражданину сообщить свою должность, специальное звание, фамилию, по требованию гражданина предъявить ему служебное удостоверение, после этого сообщить причину и цель обращения. В случае, если гражданину применяются меры, ограничивающие права и свободы, сотрудник полиции обязан разъяснить гражданину причину и основание применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина. В случае задержания лица по его просьбе в кратчайшие сроки уведомляются о месте его нахождения родственники, либо администрация по месту работы или службы, а также по ходатайству лица его защитник. Административное задержание несовершеннолетнего в обязательном порядке уведомляются его родители, либо законные представители. Задержание в порядке уголовно-процессуального законодательства отличается от административного задержания. Заключается он в том, что после доставления задержанного в орган дознания или к следователю в срок не более трех часов должен быть составлен протокол задержания, в котором в обязательном порядке делается отметка о разъяснении задержанному его прав и обязанностей. Если по истечению 48 часов с момента фактического задержания к задержанному не будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, задержанный подлежит освобождению.